Если вы задумывались над эмиграцией в США и следите за актуальными новостями и нашим каналом, то точно знайте, что благодаря прокламациям Трампа с апреля 2020 года эмиграция в США начала закрываться. Усугубится ли это в будущем, как надолго все это затянется, пока неизвестно. Но, скорее всего, если президент после выборов останется тот же, вряд ли его политика относительно эмиграции изменится в лучшую сторону. При этом количество желающих эмигрировать никак не уменьшилось, а из-за COVID-19 скорее даже наоборот увеличилось. Но, если США эмиграцию закрывает и усложняет, то Канада как раз очень ждет эмигрантов с распростертыми объятиями. Министр эмиграции Канады Марко Мендичино очень позитивно высказывался в июле насчет потенциальных эмигрантов, так как страна нуждается в рабочей силе и развитии экономического потенциала. В отличие от США, Канада имеет очень много разных эмиграционных программ, которые имеют конкретные квитерии отбора и требования к каждому эмигранту, что дает возможность доказать свою квалификацию и образованность, ведь именно таких людей Канадой ждет. Чего же можно ожидать и что я вижу уже сейчас? Те, кто ранее был нацелен на США, сейчас меняют свой круг интересов и переключаются на Канаду. Возможно, когда выборки снова возобновятся, исходя из того, что в пуле уже есть большое количество потенциальных кандидатов на переезд и планируемого увеличения количества кандидатов, которые переключились на Канаду, можно ожидать и повышения проходного балла через систему экспресс-энтри. Сейчас это, кстати, уже 478 баллов. Но при этом провинции Канады, наоборот, утверждают, что это хорошо, поскольку люди им нужны и их очень не хватает. К чему это может привести? Все просто. Провинции могут активно начать отбирать себе самых лучших аппликантов и давать им поддержку, что, напомню, добавляет 600 баллов к вашему профилю в системе экспресс-энтри. Поэтому, если вы решили переехать из своей страны проживания и ваши планы были нацелены на США, я очень рекомендую вам переключить свое внимание на Канаду. В описании я оставлю ссылку на наш плейлист, в котором вы найдете видео информацию о самых популярных программах иммиграции в Канаду, требованиях к ним и их особенностей. Если же вы не сможете разобраться в чем-то самостоятельно или же не сможете выбрать программу, которая подойдет именно вам, обязательно обратитесь к практикующему юристу, который специализируется на иммиграции в Канаду, чтобы он помог вам определиться со стратегией вашей иммиграции и определить правильный для вас путь. Ставьте лайки, если это видео было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и самую актуальную информацию о визах и иммиграции в Канаду. Продолжение следует...